28 июля на проспекте Машерова администрация Бреста открыла памятную доску Герою Советского Союза, летчику-профессионалу, почетному жителю города Николаю Должанскому. Установлен знак на доме, где долгое время жил Николай Иванович. Его самоотверженное служение Родине в военное и мирное время оценено обществом и коллегами по достоинству. «Отборный граждан, двумя одними красного знамя, противоречественной войны 1-й степени, красной звезды, нашел в дороге, уроженных силах, 30 степени и многими минералями. Игрова любые действовали в области ветеранов военной, который был каванером Бреста, Александр Бешков. На самом деле, все влезло длинный образ жизни. В зенах был более генералхичен, участвовал в общественной деятельности военно-патриотечественного воспитания молодежи. Сынкаршин его, Николай Иванович, замолился надежный, 50 человек. Открытие и честное, он всей своей жизнью выдал пример из заветного служения Отечества». Открытие памятной доски было приурочено ко дню освобождения города над Бугом. Оно стало приятной неожиданностью для родственников Николая Должанского. Семья рада, что память об их отце и дедушке будет не только в их сердцах, но и в сердцах горожан. «Конечно, гордость. Тем более, в такой праздник нам приятно всем, что не забывают, помнят. Тем более, это будет служить примером для патриотического воспитания молодежи. Никто не забыт, ничто не забыто». Возложение цветов к памятнику освобождения на площади свободы уже стало традиционным действом. В этой церемонии участвовали представители руководства области и города, общественных организаций и трудовых коллективов. Залпами орудий почтили память тех, кто пал в кровопролитных боях за Брест. После церемонии губернатор региона Константин Сумар пообщался с ветеранами. «Для нас, ветерану Великой Отечественной войны, сегодняшний праздник, день освобождения города Бреста и открытие памятной доски герою Советского Союза, одновременно так связано, имеет очень большое значение. И тем имеет значение о том, что он заставляет продумать, вспомнить все то, что пришлось пережить». Возложением цветов к вечному огню мемориала Брестская крепость и минутой молчания почтили по традиции память защитников укреплений. Ведь именно они сделали крепость героем, а ее оборону легендой, которая будет жить еще не одно столетие. А во время освобождения вход советских войск в крепость ознаменовал полную свободу Брещан от немецко-фашистских оккупантов. Отдавая честь павшим и живым, по площади церемонии Алов торжественным маршем прошли нынешние защитники Отечества. Значимость ветеранов Великой Отечественной для современных Брещан велика. Именно они, настоящие свидетели той страшной войны, могут сегодня рассказать настоящую правду о тревожных сороковых. Чтобы эта память о них, о тех, кто погиб, о тех, кто еще живой, передавалась, она не забыла нашим людьми, нашим молодым поколениям. Самое главное другое, я думаю, что мы делали должны все возможное, чтобы наша страна, наша Брещина с каждым годом крепла, чтобы она экономически крепла то же самое, и чтобы люди, которые живут на территории Брестской крепости, иначе Белоруссии, были всегда счастливы, были в них всегда благополучия, и самое главное, чтобы они очень долго-долго жили на этой земле и делали все возможное, чтобы она становилась все краше. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.